Аплодисменты Девчата, вы такие подобные, бытьцем вы две сестры. Скажите, а что, и лёсы у вас подобные? Галина, почтим с вас. Так, и лёсы наши так само подобные. Я приехала у вёстку Новины и працавала у новинским комплексным приёмным пунктика лезти. Потом создала своё каханье, вышла замуж, родила сына и дочку, и так стали обставлены семейные, что мне пришлось покинуть працу в комплексном приёмном пункте, и обмальвот я не працавала. Ну, потом месяца то я уже заняли, и пропоновали мне работу в библиотеке. И так я приняла Новинскую сельскую библиотеку. И пошла працавать у библиотеки. Библиотека находилась под одним дахом, с клубом, и я, коли звольнилась загадчиться клуба, мне пропоновали так само попрацавать и в клубе. И так в нём я працавала в библиотеке, а вечером у клуба. Так, ну, Нина, а что у вас? А урна? Лёзы наше время подобные, знали. И только Галя приехала девчиной у Новины, а я приехала, муж меня тут привёз, и он приехал туда працавать головным ветврачом, и я тогда приехала уже сейчас две двое сынов меня и с мужем. А я пошла по её шляху, сама працавала в паркнихе с початку, а потом так здарилась, что место у меня в саду освободилась. Думаю, пойду в детский сад, сколько же я буду шить. Пришла к былому загадчику, в отделу культуры, и говорю, ну, как-то мне одной туда неверно-то идти, попросила. Так он сказал, ну, на что тебе это и дети? Да иди к нам в культуру працавать, там же ничего не треба, весь одну песню спеваю ещё. И что, вы ещё спеваете? И я и сгодилась, ну, и спеваю, и спевать же я люблю, поэтому и сгодилась. Ну, правда, працавать треба, вернее, много, ни одну песню спевать. Закончила, поступила, учиться заложено в Минске культпроцентку училища, закончила. Вот Галя не сказала, что она так само закончила библиотечный техникум, только она в Могилёй училась, а я в Минске. Вот же это у нас, как-то, ну, всё такое вот подобное в этом заключается. А потом працавали спочатку под одним дахом, библиотека займала там некое место, ну, подсобку буквально. Вот, ну, пришёл к нам працавать у Колгаса, точнее, Колгаса Красоскина там Данилович, и он сейчас в эту зале, и на повновение за нас хваливается. И вот этот человек такой идейный, и он подтримал нашу идею и решил нечто сдвинуть с этой точки, нечто полевшись, быт наших же хоров и культуру. И вот спочатку Галя выделили библиотеку построили, помешкание выделили, новая библиотека. Ну, а потом строили реконструкцию клуба, и он теперь зараз лечится от нем злеющих домов культуры, новинский дом культуры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бачите, я акцентованно, как застрахаются такие вот две собородины жильцы. Ну, а что, что ты у вашего лёся и у вашей прады, между вами розные? Ну, что, розные. У Нины свой муж, а у меня же свой муж. АПЛОДИСМЕНТЫ Что, один добрый друг и кепский? Мой недобрый муж. А Нина ваш? А моя ещё лёпче. Горяча, тут находится Анатолий и Виктор, другая мостная половина из этих прохожих девчат. Поднимитесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ в библиотечном техникуме, то ему пришлось, сами недавите, что в сельской гостовости господарка на его плечи легла и маленькие дети. Сыну было 5 годов, а дочувствия только 3 годы. И вот, когда я приезжала, конечно, училась далеко в Могилеве, но когда я приезжала на выходные, пыталась, ну, как вы тут, то сын сказал, мама, папа, нам каждый день пёк блины. Блины? Виктор, вы пекли блины? Дорогой, дядя 20 сентября. Дорогой, дядя 20 сентября. Морские коллеги, если ты смашные блины, конечно, смашные, ты даже таких не пячешь. Владимир Батя, Нина, а лучше скажите про Анатолия? Анатолий, у меня нехороший муж. Я так сам изучила, что вы знаете, всё подобное, что одна сказала другую, можно уже не говорить. И приезжала, я была за что беспокойна, за свой дом, за свою семью, я видела, что у меня там будет парадок, я никогда не порывалась, что там не что-то дарится. Ещё... И будет дымная кружка блинов. Мам, без блины тоже в пёк, не ведаю, но котлеты добрые готова. Вот так приходится, Галина Маленькая, жёны дома. На учёте они. Девчата, скажите, умение радоваться для вас, что это такое, Галина? Ну, мне здаётся, каждый человек у нас с такими нелёгкими, кажется, пираминным в жизни, повинен быть каким-то оптимистом по натуре. А оптимист не может быть скучный, и он повинен быть весёлый, и завсёды веетливый, как с людьми, так, ну, я не ведаю семьи, и, конечно, и семья, и вся бры, великая подтримка. Пропорция, это, видите, есть такая показка. Сядить, пессимист, и кажа, так кепско, уже так кепско, что, сдаётся, горш не будя. А тут приходит радостный оптимист, и кажа, не хвалюйся, будя, ещё будя. Нина, что вы скажете про умение радоваться? Я думаю, напомню, мне посчастило родиться весёлым человеком. Ну, а потом муж у меня верь меня любит с умной женщин, и я стараюсь ему подобаться, и ещё время стараюсь ему смехаться. Чуете, Анатолий? Я так увыкла, что ещё время стараюсь быть весёлой, а я сейчас теперь працану, а у меня такая, что не моя куклу бишь-то мать. И, пусть и бывает, когда-нибудь, вот, что-нибудь такое, ну, то на одну секунду. Заразно, мне что-то себе некуда себе работал, мне что-то себе подзадолишь. Вот, ты, мне дядь, ты у меня есть, его тоже, и, как бачишь, выеньки свою працей, и бачишь, что и люди все радуются, и само я сейчас становится больше веселей. Так, хочется вас обнять, а лишь когда не матреть, и руки, микрофон заминаем. А зараз на сцену запрошается наместник старшинира Айбекангама, Енать Степанович Лысковец-Калиласка. Дорогие друзья, уважаемые земляки, народная мудрость гласит, что культура — это отражение души нашего народа. И то, что душа наша многогранна, широка и глубока, это вы сегодня еще раз убедились в нашем празднике. Я хочу сказать о культуре и о работе этих людей. Вот, благодаря таким людям, благодаря их энтузиазму, вдохновению, творческому подъему, мы с вами имеем, иногда в сложной жизни, праздники. Поэтому хочется прежде всего пожелать им творческих успехов, здоровья и благополучия, и улучшить скромные отражения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо. Здравствуйте. Подарунки вы отримали. А теперь, какой музыкальный номер вы подрихтовали для сегодняшней нашей встречи? Нина. Наша группа по отримке еще не тут знамя. Это коллектив нашей сельской домокультуры, ансамбль Крениченко, который я створила 15 лет назад и кирую им до сих пор. Мы подрихтовали для Лесенской польки. Ладно, будем скакать? Конечно. С устрогаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И он всегда помогал нам и словом, и делом, и в свободное личное время помогал нам монтировать уникальное оборудование, которое сегодня позволяет нам перерабатывать мелкотоварную древесину, которая не находит применения у нас в Белоруссии, и поставлять ее сегодня в 12 стран Западной Европы. Я искренне от всего нашего коллектива, от всего фериала, СП нашего, благодарю Казаченко Юрия Николаевича и разрешите вручить ему наш скромный подарок. Жора, мне кажется, есть то, что надеть и на что поглядеть. Спасибо тебе за плату. Георгий Николаевич, а какой музыкальный подарок подготовили вы? Группа Ретро. Беретесь для Дома культуры. Группа Ретро. Беретесь для Дома культуры. Если вы нахмурясь, вы, дети, из дома, Если вам не радость, солнечный денек, Пусть вам он вернется, как своей знакомой. С вами вовсе не знакомы, встречный паренек. И улыбка без сомнения Вдруг разнется ваших глаз, И хорошее настроение Не покинет больше вас. Здесь живут мои друзья, и дыхание затаян, Ночные окна глядываются я. Аплодисменты 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 Вместе навсегда Аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, вы меня не подведете, я вас уже похвалила. Значит, слова выучили, поем, сейчас вас будут снова снимать. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому! 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 Не придется на тряпторе «Беларусь» ездить по вашим пунктам. АПЛОДИСМЕНТЫ И здесь также частный предприниматель Асимаков Сергей предоставил также, я думаю, весьма хороший ценный подарок Тамаре Михайловне. АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара Михайловна, Тамара Михайловна, и еще не все, потому что сейчас у вас гонор премьера песни. Сергей Герасимов дарит вам свою новую песню. Сустрокайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 За свои 15 лет, которыми я руководил мальческим лесительством, мы посадили сотни гектаров, сотни тысяч саженцев деревьев, которые сейчас, когда идешь по лесу, радуют своей красотой, своим ростом, что земля не пустует, а занята такими прекрасными лесами, которым в Березинском районе 50% заняты площадью. И мне очень приятно, что наш коллектив лесительства старается, чтобы были хорошие леса, а хорошие леса, это есть показатель культурного уровня у всего народа. Что касается второй заповеди, ну, дом стараемся достроить. Ну, а по третьей заповеди, да, мне, наверное, в жизни такая судьба получилась, сына нету, но по крайней мере, у меня растут все прекрасные дочери, Катюша и Танюша, которые сейчас вместе с женой находятся в санатуре в Яче. Спасибо. Желаем успехов, хотя две дочери тоже очень замечательные. Спасибо. Скажите, вы любите путешествовать? И расскажите о своих самых ярких впечатлениях. Ну, путешествовать, это может быть и громко сказано, но в наше время сейчас уже не попутешествовать, а может в связи с таким трудным экономическим положением, распадом Союза. Но когда я был в свои времена, мне посчастливилось просто-напросто с женской участием, что посчастливилось посетить многие уголки нашего бывшего Советского Союза, начиная от Уссурийской тайги, пройти всю Восточную Сибирь, всю тайгу Восточной Сибири, участвовать в проектах разработки и пасть беззащитных лесных полос в Калмыкии и Ставрополье, побывать в Дагестане, побывать на Северном Кавказе, Увидеть прекрасное насаждение, это единственное своего рода специалисты только могут определить и понять. Это под Ленинградом находится Лендуловская роща, Лисвиневская роща. Это замечательное творение рук человека. Ей больше 200 лет, и она послужила руками человека. Ну, по сути дела, во всей Белоруссии побывал. И, ну, в многих местах. Кто меня знает, они знают, что я здесь много рассказываю, где бывал и в каких местах приходилось бывать. Ну, а самое впечатляющее у меня то, что буквально вот недавно, полтора года назад, я с группой лесничек с Республики Белоруссия посетил Финляндию, познакомился с работой лесного хозяйства в Финляндии. Ну, поменялись опытом, посмотрели, что у них интересно. Были там две недели, посмотрели республику. Ну, по сути дела, очень понравилось. А там рощи леса с брезинскими сравнивали? Ну, свои леса всегда, по крайней мере, лучше, конечно. И всегда ценят на родину. Как бы, где бы то ни было. Владимир Михайлович, дирекция лесхоза дарит вам вот этот подарок. Владимир Михайлович, какой концертный номер вы подготовили? Ну, группа поддержка у меня необычная. Это поэт и композитор Нарк-Земляк Березинец, а будет исполнять песню «Средний раз ему». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Годные местины, да глядь широкий, И личность просторов светлых дум размах. Дорогие любы, край мой синяокий, Порош облукать мне по твоих полях. Дорогие любы, край мой синяокий, Порош облукать мне по твоих полях. Гором пероливным шепчутся достомы, Сбожины высокой ширая стена. Тут моего юнацтва отзвенели бомы, Отцвели, как коня, першая весна. Тут моего юнацтва отзвенели бомы, Отцвела, как коня, першая весна. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Уважаемые товарищи, друзья, наши гости, телезрители. Сегодня Березенщина, как и вся наша республика, переживает не самые лучшие времена Ушел в историю в 1997 год Каким он был для наших людей? Целым неплохим? Снежительно получилось, делая промышленность, участие, производство Намного больше произведено товаро-народное потребление Хорошие сдвиги строительства Только в прошлом году мы сдали 59-й квартирный жилой дом 72-й квартирный дом ЖСК Много жилья усадебного типа Значительно улучшилась ситуация в бюджетной сфере Это дает основания верить и надеяться Что мы прошли самое трудное время И мне кажется, что самый большой итог прошлого года Это психологический перелом сознания людей Что самое плохое уже позади Что мы нашли точку опоры Что мы видим и уверены в своих силах У людей в поступках, в делах, в глазах Появилось больше оптимизма, веры Конечно, проблем еще много Проблемы тяжелые, большие, сложные задачи стоят перед нами Но я уверен, что с такими прекрасными людьми, которые находятся на этой сцене С теми, кто находится в этом зале С теми, кто сегодня с волнением смотрит на экран телевизора С такими людьми Эти задачи нам по плечу У нас есть на кого равняться Это ветераны колхозное движение Рео-Гведонова-Фиш Макаренко Николай Емельянович Это энергичные руководители Руководители, хозяйств Такие, как Рынкеевич Николай Петрович Чешевский, Кеннадий Евгеньевич Как директор маслостерзавода Хруберов Владимир Валентинович Это прекрасные наши ветераны Такие, как Шрейн, Вера Яковлевна Это династия животноводов Сколхоза Березинский, Телюк Это прекрасный молодежный экипаж Сколхоза Дмитриевич У нас подрастает хорошая смена Хорошее поколение Ведь наши школьники сегодня Являются победителями Не только областных, но и республиканских олимпиад Это зло успеха Зло того, что Березинский край Будет еще больше, красивее Я хотел бы выразить Большую благодарность Работникам белорусского телевидения За то, что они откликнулись на нашу просьбу На наше предложение Приехать к нам в район И рассказать о наших людях И благодаря чему Мы узнали лучше своих земляков С ними мы познакомили Жителей нашей республики АПЛОДИСМЕНТЫ Переломные моменты судьбы Через осложны И побеждает тот У кого больше настойчивости Веры и надежды Так пусть эти прекрасные человеческие качества Никогда не покидают вас Успехов вам Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и как вы понимаете Вы уже сценарий нас поняли Правда? Я думаю, многие из вас уже следующие Могут написать Поэтому сейчас мы делаем Маленькую остановку Мы меняем кассеты Это то, о чем я вам говорила И сейчас, через некоторое время У нас финал А финал это опять с вами Правильно? Опять мы с вами поем Пожалуйста, давайте сделаем финал Не хуже, чем мы сделали в прошлой передаче Чтобы апрельское настроение Все у нас почувствовали Сейчас весну Расцвело уже все Мы у вас в апреле Вы, молодой человек, сидите в центре Я из-за кулис много раз вам показывала Улыбайтесь Улыбнитесь мне Это вам, да Вот, хорошо И вы сразу на финале Так вы улыбаетесь Вот это мы с вами порепетировали Как мы будем улыбаться Костя уже идет наш Ставит кассету Он уже поменял Камеру сейчас Представьте, сколько кема Вот Поэтому я понимаю Как у вас тут хорошо Весело и радостно И я думаю Надо больше улыбаться Мы в ваш район еще приедем Не один раз Я в этом теперь уверена Герои нашей первой передачи Теперь уже, если бы второй И третий раз Я даже думаю Может некоторых переписать, а? Мало улыбались нам Как, Петр Авраамович? Пойдем перепишемся? А? Еще на велосипеде проедем? Ну вот, понимаете Действительно, иногда вот люди Действительно так проявляются Что Они Замены нет Такому человеку Как Петр Авраамович Но Когда камера включается Он настолько скромный Что вот попробуй В телевидении покажи, да? Покажи, какой вот Какая в нем душа интересная Он ходит и все время Монетки ищет Монетки А мы тут, понимаешь Смотри в камеру Смотри в камеру Я вас понимаю Но я надеюсь Что мы останемся друзьями Со всеми нашими героями Мы продолжаем Мне подсказывают Что можно работать Вы не забудете Вы ходите на центр Весь пиротехника работает Пожалуйста Чуть подальше от пиротехники Она будет работать, да? И поем все вместе Там есть такие Замечательные слова Через все границы Через все границы Песня летит Как песня перелетная Что-то такое Дружба летит Как песня перелетная Поэтому мы еще раз Вами все споем Вот, кстати, пришел Олег Грубин Это главный художник Словенского базара Славный художник В нашей деревне Спасибо вам большое Сейчас пишем Финальную сцену Пожалуйста Не теряйте настроение Наша встреча заканчивается И на разведание Я еще раз вам нагадаю Я еще раз вам нагадаю Что минавито От ваших письмов Залежит Кто из героев Сегодняшней программы Отримает приз Симпатии Телеглядачу Напишите Кто из героев Нашей программы Найбольше вам сподобался А самых активных Корреспондентов Мы запросим Для отдела У наших наступных программах Зараз на сцену Запрашивается Сергей Герасимов Сустрогайте АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Не бойтесь Пожалуйста Сакрама Родины АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А какие ночи Ты влюбленный все очень И какие к счастью Трудные пути, чтобы нам влюбиться и соединиться. Через все границы надо перейти. Через все границы, через все границы, через все границы. А в чужой земле мы с тобой, как птицы, мы с тобой, как птицы, мы с тобой, как птицы, переведенные. День, чьи телеграммы нам не по карману, надо дозвониться, дорог телефон. Письмо мне пробиться, их бывает мниться. Через все границы ходит почтальон. Через все границы, через все границы. Через все границы по чужой земле мы теперь, как птицы, мы теперь, как птицы, мы теперь, как птицы, переведенные. Через все границы, взрывные. Через все границы, взрывные. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть летают птицы, пусть летают птицы, пусть летают птицы впередные Через все границы, через все границы, через все границы По родной земле пусть летают птицы, пусть летают птицы, пусть летают птицы впередные Пусть летают птицы впередные Пусть летают птицы, пусть летают птицы, пусть летают птицы впередные Все, спасибо, немножечко отматываем мы, да, до середины песни И припев поем все вместе Пожалуйста, все поем Аплодисменты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вперед, чтобы уйдеть, сворожить все люди, Встречным улыбаться и тепло горить. В Киеве молиться, отдыхать на лице, Через все границы не переходить, Через все границы, через все границы. Через все границы, по родной земле, Светают птицы, светают птицы, Светают птицы впередые, Через все границы, через все границы, Через все границы, по родной земле. Пусть летают птицы, пусть летают птицы, Пусть летают птицы впередые, Пусть летают птицы впередые. АПЛОДИСМЕНТЫ